всем ребят добрый день мы тут с шуриком в общем мы собрались давно его не видел и честно два месяца вот приехал сегодня у нас выходной что не суббота и мы решили не просто средства поездить по различным местам ну посмотреть что можно купить денежки немножко появились и вот саша решил себе кое-что прикупить давай сажал что хотелось и купить да я игру на switch решил купить срок вы джесс меншин 3 через авито все как мы любим надеюсь нормально все пройдет нам сейчас ехать довольно далеко минут сорок ехать потом еще пилить к этому чуваку домой хотя я люблю это дело чего в метро не встретили хотя бы возле метро в общем а потом не знаю если все нормально и пройдет быстро может быть съездим еще хотя бы в одно место посмотрим по ценам что там потом магазинчики да и за как он называется но посмотрим короче может быть поедем дарю сейчас находится на просвете вернадского ехать нам на севастопольскую это минут сорок девять на метро а там еще минут 9 до до человека который продает по имени булат ну типа того да ну да потом есть все нормально будет достаточно не поздно все дело закончится то можем еще съездить кое-что посмотреть а может еще можем на связи ребят свой какая красота реально красота добрались в общем до местных мест назначения ощущение пивес ощущение что что и за 100 рублей лишних не стоит ехать в непонятные вот непонятный потому что здесь просто непонятно как найти дом во первых номера на домах написано только с одной стороны почему-то а дома длиннющие вот и горюк может показать там надо обходить его я не знаю пять минут вот так и плюс ко всему все в грязи это сейчас мы уже вышли на ровную нормальную дорогу а шли по лютой грязи какие-то бутылки какие-то мусор валяется как будто бы мы попали в братиславу из фильмы евротур как правильный горюк это да это похоже не на москву а я даже не знаю на что она ну ну братья славу и похоже или москву ну где-то эти лет десять-пятнадцать назад вот наверно такое было если бы этот продавец мне продал картридж на свитч по тем же по тем же ценам чтобы присылать были фильме евротур и кто не смотрел посмотрите тогда окей я согласна течет эту грязь ехать через всю москву доллар 83 цента что на них купишь в этой стране обалденный обменный курс пойдет но блин он продается за наши рубаса за вполне такую цену то нормально но теперь мы понимаем по крайней мере почему он не захотел встречаться в метро потому что ему чтобы из этой не выбраться могут все ноги переломать себе пришлось и нервы комплект одежды потом чисто покупать это просто невероятно живем же в москве еще такие трущобы кругом грязь еще раз из которой надеюсь мы сейчас выберемся вроде бы осталось немножко понравится отыскали его дом вот сейчас поищу если все получится покажем сейчас наше приобретение да да увидимся позже на фоне пока 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 ребят увидимся совершил свою сделку с продавцом саша приобрел себе игру цена была вполне адекватная на самом деле 2400 получается за улежим engine 3 ну да за относительно новую игру самое дешевое что мы нашли на виду по москве эту цену ну где 400 это самая дешевая цена в москве причем диск ну так вообще не что вот еще картридж картридж такое вещение что человек просто поиграл один раз лозу в коробочку и продает ну тут особо нечего показывать все знают как это выглядит но в общем все как новое вот мы к чему все хорошем состоянии мы очень довольны до пришлось походить пришлось поискать на самом деле мы были возле дома покупателя но запутали покружились короче да я тупанул и мы пошли вообще вот куда туда вот хотя дом прям вот сзади сзади нас но на самом деле это было какое приключение это было прикольно на самом деле другой район главное что это закончил серьезное приключение приключения мне погрязи шататься не понравилось и побитым бутылкам отлично райончик зюзина да или что это я уже забыл нет зюзина это там было написано просто было написано на самом деле это не зюзина вообще шикарно ну короче брать это каховка каховка бракислава да бракислава да в общем сделка состоялась и мы довольны едем дальше не знаю если будет еще что показать в этом влоге покажем еще вот но пока что мы отправляемся дальше в путь с обновочкой меня еще разок вы же с моим с отличной обновочкой я остановлюсь каким-то диким а марио боем хотя наверное я ему был всегда просто не подозревал у меня сколько у меня игр на свитч из тех которые именно вот мной купленная они все связаны исключительно с этой вселенной еще одна игра у меня зельда который мне мне друг подарил все остальные все что у меня там марио карт марио теннис теннис луиджи с меншин этот супер марио как там называется я уж супер марио бразерс ю делюкс или как там а не ю супер марио бразерс ю делюкс короче сплошные марио а еще и этот же у меня как называется марио мейкер 2 вот так что сплошные марио причем я экскладирую поиграть в будущем все никак не могу потому что не ю супер марио брос ю делюкс никак не могу пройти длиннющая игра офигенная ладно все поехали мы дальше увидимся еще наверное постараемся постараемся и вот наконец-то доехали мы до пункта назначения мы сейчас находимся на лубянке игорек за камерой вот игорек с ними тут детский мир мы около него находимся бывший детский мир точнее вот ну и собственно говоря дальше наш путь лежит можешь продолжать снимать вот сюда через дорогу тут что-то типа торгового комплекса наверно можно так назвать которым и находится место куда мы идем немножко расскажу куда мы со сна идем так вот на сегодня опять такой выпуск немножко про авито немножко про закупку какую-то такую в общем на авито сейчас если искать игры по крайней мере игры для свеча в особенности то очень много объявлений от некого от продавца то называется дэнди бренд вот этот продавец это как раз небольшой магазинчик который находится в этом здании куда мы сейчас идем но штука в том что в объявлениях на авито написано что они продают как новые игры так и поддержанные соответственно цены должны быть чуть пониже но фишка в том что цены они не указывают на авито в объявлениях цен нет вот соответственно мы сюда приехали для того чтобы посмотреть как выглядит вообще магазинчик вот ну и посмотреть что у них по ценам возможно провести небольшое сравнение имеет ли смысл ехать в этот в этот магазин за поддержанными играми вот потому что вот сегодня я например приобрел луиджи's mansion 3 за 2 400 но средняя цена 2 500 около того по москве поддержаны картриджи вот мы спросим если у них есть поддержанные сколько стоит у них и узнаем имеет ли смысл приезжать сюда и покупать у них игры с ними еще разок домик и пойдем а здесь и это и и вот это и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такие дела Сам магазинчик мне понравился Он небольшой, это скорее такой островочек А не магазин В торговом центре Очень уютный, очень приятный Продавцы, мы с ними немножко пообщались Спросили у них разрешение на съемку Игр довольно много Довольно много игр на Switch Довольно много игр на PlayStation 4 я видел Вот, есть у них всякие Сеги китайские Несколько картриджей на Dendy Новоделы, естественно Вот Амибо Всякие фигурки Несколько штучек Ну, короче Приятный магазинчик Самое классное, что он реально в центре Москвы находится И Ну, цена у них обычная Но Есть у них и Поддержанные Игры Вот Единственное, что Я хотел узнать Сколько стоит У Лыжа Смешн 3 Поддержанный Но у них Его нет Поэтому Сравнить цену Нереально Но, как вы понимаете Даже если бы он у них был То, я думаю Стоил бы он Сильно дороже, чем я покупал Уж явно Не 2 400 Учитывая, что новый стоит Сколько он? Наверное, тысячи три Или даже четыре Ну, короче Ну, стоил бы Стоил бы Наверное, тоже Может быть, рублей на 200 Дешевле, получается Чем новые Но это Не в минус магазину Магазин реально Блин Очень даже прикольный Все-таки центр Москвы Да, для центра Москвы Вообще отлично Вот Так что Если вы хотите Сэкономить Несколько Сотен друбасов Вот И Там есть Эта игра, которая вам нужна Поддержанная Приходите Во-первых Там очень хорошие продавцы Ребята, конечно, молодцы Очень доброжелательные То есть С ним приятно пообщаться Видимо, что Ребята увлекаются Всем этим тоже Да Вот И Прямо такая Обстановка очень хорошая Вот Я у них купил себе игру На Nintendo Switch Sonic Forces Тем самым Лишившись Nintendo Switch Девственности Я прям очень рад Что себе это приобрел Наконец-то будет Чего поиграть А то Саша мне подарил Nintendo Switch Она у меня уже Наверное Ну Год Год, наверное, лежит Без игр Я практически Ничего не играю Так и Закончался Первый картридж, короче Мой первый картридж Да, моя первая Серьезная игра На Nintendo Switch Полный комплектик С какой-то там Бонусной штукой Бонусными персонажами Вот Так что Начну проходить Первую свою игру На Nintendo Switch А вообще Сегодня очень хорошо Вгуляли Мне очень понравилось Настроение Отличное Побывали Как В грязи В полнейшей Так и В цивильном Месте Да Вот Так что Спонтанно решили записать Такой видеоблог У Игорька Даже не было С собой стабилизатора Нашего свежеприобретенного Сори, ребят Сори Вообще Как бы Не планировали Абсолютно ничего снять Поэтому опять Просто с рук сняли Уж не обессудьте Вот Но В будущем Я думаю Игорьок Его перестанет забывать И Конечно Если вдруг Если вдруг Опять придет в голову Ну какой-то Вложек снять Как сейчас Почему нет Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Супайте группу ВКонтакте Всегда ждем вас В нашем канале Всем спасибо За просмотр До новых встреч До новых встреч Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok